Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры! Мы продолжаем с вами изучение Слова Божия на библейском интернет-портале экзегет.ру. И с вами снова сегодня я, Сладков Андрей Иванович, преподаватель Николупереженской и Срединской семинарии Российского Православного Университета. Мы с вами читаем Евангелие от Иоанна. И на прошлом занятии мы рассмотрели первую главу, которая говорит о божественности Иисуса Христа. Да и вообще все Евангелие от Иоанна, оно так иначе, как его называют многие экзегеты, исследователи, оно тринитарно в своем богословии и в большей степени христологично, которое указывает на два естества в Иисусе Христе, Божие и человеческое. И мы с вами продолжаем чтение второй главы. Здесь говорится о том, что на третий день был брак в Кане Галилейской, и Матерь Иисуса была там, был также зван Иисус и ученик его на брак. И как не доставала вина, то Матерь Иисуса говорит ему, вина нет у них. В четвертом стихе Иисус говорит ей, что мне и тебе, жена, еще не пришел час мой. Матерь его сказала служителям, что скажет он вам, то сделайте. Было же тут шесть каменных водоносов, стоявших по обычаю очищения иудейского, вмещавших по две или по три меры. Иисус говорит им, наполните сосуды водой, и наполнили их доверху. И говорит им, теперь почерпните и несите к распорядителю пира. И понесли. Когда же распорядитель отведал воды, сделавшись вином, а он не знал, откуда это вино, знали только служители, почерпавшие воду, тогда распорядитель зовет жениха и говорит ему, всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда оно пьется, тогда худшее, а ты хорошее вино сберег доселе. Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу свою, и уверовали в него ученики его. Такую историю мы видим, которую рассказывает нам Евангелист Иоанн, что после того, как Христос призывает своих учеников, то он был, как мы видели, Петра, Андрея, Нафанайла, Филиппа, то он был приглашен на брачный пир, то есть на свадьбу. И там, видя немощь людей, что они хотели продолжение дальнейшего веселья, но жених, наверное, был человеком бедным, и у него не было достаточно вина, поэтому, когда Богородица видит, что недостаточно им для веселья обычная бытовая ситуация, то она просит Христа, чтобы он приумножил вино. Христос сначала не то чтобы возражает, а говорит, не настал еще час мой, но не чурается этой бедной семьи, у которого недостает вина для веселья, и притворяет воду в вино. Что интересно здесь, что здесь, как сказано, были каменные сосуды и водоносы, стоявшие по обычаю очищения иудейского. Это очень важный такой фрагмент, кроме простоты повествования этой истории. Здесь также отцы церкви Александрийской видели и аллегорический смысл. Дело в том, что иудеи действительно очищались, у них был целый регламент обрядовый, как очиститься от той или иной скверны в зависимости от того, где человек согрешил. Если он был на базарной площади, было одно омовение. Если он прикоснулся к мертвому, было другое омовение. Если он еще осквернился, каким образом? Третье. И здесь мы видим, что были всегда эти водоносы для того, чтобы совершить этот обряд. Но мы видим, что Христос притворяет воду, именно вино, именно в этих водоносах. И здесь указание на то, что кровь Иисуса Христа, именно она очистит нас от всякого греха, тогда, когда он прольет Господь ее на Голговском кресте, нас ради человека и нашего ради спасения. Казалось бы, когда мы читаем просто, история, кажется, достаточно, может быть, даже и сентиментальной. Подумаешь, там вина не хватает. Но, как снова скажу, Христос не был чужд никакому человеческой нужде. И поэтому все, что было необходимо для людей, снова повторю, в виде этого небогатого человека, к которому он был приглашен на пир, не хотел, чтобы люди унывали и притворяет воду в вино. В этом смысле надо сказать, что вообще спросить и задаться таким вопросом. Что мы знаем в Священном Писании о вине? Сказано, что вино глумливо, а секира буйно. Но, с другой стороны, и говорится о том, что вино веселит сердце человека. Где здесь золотая середина? Где здесь можно найти то указание, полезно вино вообще для человека или нет? Апостол Павел, например, в послании к Тимофею говорит следующие слова, советуя ему, что не пей только воды, но и употребляй немного вина для желудка. То есть, видимо, апостол Павел знал болезнь Тимофея, поэтому советуют ему употреблять вино в лекарственных нуждах. Но, тем не менее, надо сказать, что вино в Священном Писании со всем употреблением не запрещается. Не само вино по себе плохо как таковое, а именно отношение к нему. Точно так же, как не еда сама по себе плоха, а грех чревоугодия. Точно так же, как, скажем, не богатство, которое человеку дается от Бога, а как человек употребляет это богатство, для каких нужд. Поэтому сказано, что у святителя Иоанна Златоуста есть такие слова, цитата. «Дано для того, чтобы быть веселым, а не для того, чтобы быть посмешищем. Вино. Вино дано для укрепления здоровья, а не для расстройства, для вручевания немощи телесных, а не для ослабления духа». Конец цитаты. В Священном Писании, вернее, в церковной литературе, например, из книги «Чудеса и откровения Божественной Литургии» издания обители Параклита, есть интереснейшая история о том, как один священник злоупотреблял вином. Бывало так, что он и на службу приходил, немного выпивший. И он никак не мог справиться с этим недугом, хотя и раскаивался в том, что было. Но так вот было такое у него влечение к винопитию. И однажды произошла, в общем-то, трагедия в жизни священника, когда он пришел, еще не проспавшись с вечера, пришел утром, начал служить Божественной Литургии, и вдруг переносил, когда готовил дары, вдруг переносил чашу и пролил дары. Ну, делать нечего. Конечно, он все это собрал, все это и руками, и ртом, и языком, и с пола потребил эти дары. И тут опять делать нечего. Он идет к владыке, кается, что произошло, он створил такой грех. Когда он пришел к владыке, все рассказал, что он после вчерашнего пришел, и не успев протрезветь, начал службу еще, в общем-то, в подвыпившем состоянии, то владыка сказал, ну, отец, что теперь с тобой делать? Все, извержение Иссана, даже не запрет, а извержение Иссана. Он, конечно, священник молился, очень переживал за это. Много раз он пытался бросить этот недух, много раз, как я говорил, каялся, но так вот, что случилось, то случилось, что произошло, то произошло. И владыка уже начал подписывать эту бумагу, которую приготовил ему секретарь. Он уже собрался поставить подпись свою, что все, извержение Иссана. И вдруг он видит, стена как бы разверзается, ему такое видение, причем оно было очень долго, как описывается в этой книге. И люди идут, тысячи людей проходят, одни хорошо одеты, другие не очень, молодые, старые. И они все просят его, не запрещая, не запрещая, «Владыка, остановись, он молится за нас. Когда мы там пребываем в преддверии ада, то нам немного легче, и мы надеемся на милость Божию, что и Господь нас помилует, и мы будем и в преддверии рая. Он молится за нас. «Владыка, остановись». Долгое время продолжался, Владыка просто даже оторопел, когда он вызвал этого священника, то спросил, «Слушай, ты вообще там за усопших-то молишься?» Он спросил его строго. Он сказал, «Ну да, Владыка, меня отец, он был сыном священника, меня отец всегда учил, наше дело, говорил, что бы ты ни делал, наше дело молиться за всех людей, особенно за усопших, потому что за них уже некому помолиться». И часто даже прихожане иногда на него так роптали, что он долго задерживался на проскомиде, когда именно совершал, или панихиду совершал, молился за усопших, долго читал записки. И когда Владыка это все увидел, он понял, что это видение было от Господа, и тогда он сказал, «Обещаешь больше мне, что ты не возьмешь и капли в рот?» Он говорит, «Да, Владыка, совсем пристану, раз этот недух мучает меня, лучше мне и совсем не употреблять вина». И действительно, этот священник исправился, он бросил пить, и в дальнейшем служил. И вот опять же, прибегая к этим словам, не само вино, оно вредно для человека, как мы видели, а именно злоупотребление им. И нужно даже сказать, что вот в нашей стране есть очень серьезный этот порог винопития, но надо сказать и о другом, что качество, в общем-то, алкоголя, который придается, к сожалению, в России, не совсем оно соответствует тому, каким должно быть. Поэтому очень много людей умирает, и, конечно, от этого недуга, как чрезмерное употребление спиртных напитков, но и в большей мере те, которые употребляют напитки некачественные. И мы читаем с вами далее, как сказано в Евангелии от Иоанна, 12 глава, «После сего пришел он в Капернаум, сам и матерь его, и братья его, ученики его, и там пробыли немного дней». Прежде чем продолжить чтение всего текста, здесь надо обратить внимание на следующее, что сказано «матерь его, братья и ученики». Матерь, понятно, Пресвятая Богородица, ученики тоже. А что за братья были у Христа? В Древней Церкви было два таких мнения по этому поводу. Конечно же, у Пресвятой Богородицы, честнейших Херувим, слава, и без сравнения с Серафимом не было детей, и она была и непорочна, был только Христос, который исшел из нее. Она при этом осталась, как мы знаем, Преснодевой, всегда была, есть и будет таковой. Но здесь говорится о братьях, как некоторые отцы Древней Церкви понимали, что это были братья обручника Иосифа, у которого от первого брака, он был уже старец, от первого брака были дети. А другие говорили «нет, не говорите нам этих слов», и у обручника Иосифа не было детей, он был вдовец и бездетный. И братьями здесь Христос называл своих двоюродных и троюродных, которые были по Марии и, возможно, были по Иосифу. Дело в том, что в еврейском языке слово «ахим» может употребляться не только к родным братьям, но и к родственникам. Так, например, если мы вспомним книгу «Бытия», 13 глава 8 стих, там, когда Авраам был спор Авраама, пастухов Авраама и Лота, то Авраам к Лоту, хотя он был его племянник, но он обращается к нему как брат. В 13 главе 8 стихе. Точно так же, когда Иаков приходит к Лавану, убегает от Исау, чтобы служить, и когда он говорит «Я буду служить за Рахиль», то Лаван обращается к нему брат, хотя он был его родственник дальний. И несколько таких есть сюжетов в Священном Писании. То есть в семитском языке, в степени рабства, оно всегда имело такое обращение, как по отношению друг к другу, как брат. То есть обозначалось словом «ахим». И мы читаем далее. Далее приближалась Пасха Иудейская, 13 стих. Иисус пришел в Иерусалим и нашел, что в храме продавали валов, овец, голубей, и сидели миновщики денег. И сделал бич из веревок, выгнал из храма всех, так же и овец, и валов, и деньги у миновщиков опрокинул, и рассыпал, а столы их опрокинул. И сказал продающим голубей, «Возьмите это отсюда, и дом отца моего не делайте домом торговли». Присем ученики его вспомнили, что написано «ревность по доме твоем снедает меня». На это Иудеи сказали, «Каким знаменем докажешь ты нам, что имеешь власть так поступать?» Иисус сказал им в ответ, «Разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его». На это сказали Иудеи, «Сей храм строился 46 лет, и ты в три дня воздвигнешь его». А он говорил о храме тела своего. Когда же Христос воскрес, 22 стих, он воскрес из мертвых, то ученики его вспомнили, что он говорил это, и поверили Писанию, и слово которое сказал Иисус. И когда он был в Иерусалиме на празднике Пасхи, то многие, видя чудеса, которые он творил, уверовали во имя его, но сам Иисус не вверял себя им, потому что знал всех и не имел нужды, и чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо сам знал, что в человеке. Итак, мы видим далее, Иисус приходит в храм Иерусалимский, приходит, как сказано в 13 стихе, на Пасху, Пасху Иудейскую, подчеркивается, потому что это была еще не Пасха, которую не та вечеря, которую творил сам Христос. Мы об этой Пасхе читали с вами в книге «Исход», это были прообразы, где приносились животные, как указывающие «Агнец, голубь», «Агнец, указывающий на Христа», «Голубь, указывающий на прообраз Святого Духа», и Иудели это все делали. Но здесь они уже это служение, которое было там, превратили, в общем-то, и храм, как мы видим, что здесь были, как сказано, миновщики денег в 14 стихе. То есть, они храм Божий, Иерусалимский храм, превратили в пункт обмена валюты. Дело в том, что нельзя было покупать и продавать ничего в храме за римские деньги, можно было только за шекели. И поэтому они устроили такой процент, подняли ставки, как сегодня у нас работает пункт обмена валют, и на этом хорошо зарабатывали. Христос их обличает и говорит, «Дом мой, не делайте домом торговли». То есть, он говорит и произносит здесь пророчество на том, что ревность по доме моем снидает меня. Но мы видим, что это пророчество не вразумило иудеев, хотя они все кичились тем, что знают Священное Писание. Только сказано, как потом, в дальнейшем, что ученики только это поняли. Более того, когда к нему уже начали приставать иудеи, говорить, какую-то власть ты делаешь, кто-то такой, что ты пришел здесь распоряжаешься нашим хозяйством. У нас, в общем-то, здесь все поставлено на хороший поток, хорошие проценты, хороший заработок, а ты здесь разрушаешь это все. И Христос им говорит, указывая опять снова на себя, что он мессии. Он говорит, что разрушите храм, сия я воздигну его в три дня. Как и сказано, что он говорил о теле храма своего. Но опять иудеи не вразумились этим пророчеством, в общем-то, которое произносит Иисус Христос, о смерти своей, о страданиях, о смерти, о воскресении. В пятницу мы знаем, Иисус Христос был распят, погребен, в субботу, до пятницы погребен, в субботу находился в покое, а воскресение воскрес. Но этого и они не поняли, иудеи. И мы видим, что сегодня, в общем-то, можно сказать следующее, если говорить о современном состоянии сегодняшнего православного христианина, то иногда бывает и такое, что некоторые служат Иисусу не ради Иисуса и не ради служения Богу, а в церкви ищут какую-то свою выгоду, то есть какой-то заработок. Ну, в общем-то, мы знаем, что человек, который, как сказано, трудящийся, достоин пропитания, но опять же здесь снова повторю, как мы с вами говорили о вине, как и о еде, что она само по себе не является грехом, что у человека на первом месте. Если служение Богу, а потом уже какой-то заработок, то, что Господь пошлёт, то это нормальное состояние, хорошая постановка христианской души, как есть хорошо поставленный голос в хоре, так и есть хорошо поставленная православная душа, служащая Богу. А если всё-таки деньги на первом месте, а потом уже где-то там служение Богу, то это, в общем-то, служение Иуды, который во Христе не видел Спасителя, а видел только, как можно заработать на служении Богу. Далее мы с вами прочитали, что сказано, что Иисус творил многие чудеса, но, как сказано в 24 стихе, но сам, и когда, 23 лучше, вот так вот, и когда Он был в Иерусалиме на празднике Пасхи, то многие видят чудеса, которые Он творил, уверовали во имя Его, но сам Иисус не верял Себя им. Очень важное замечание. Дело в том, что некоторые говорят, что вот мы верим во Христа, и этого достаточно, чтобы обрести спасение, мы видим, читаем Евангелие, но это не совсем так. Из этого стиха следует, что многие уверовали, но Иисус себя не верял им. Что это означает? Дело в том, что не всякому человеку Христос открывается. Мы помним, что в дальнейшем Христос будет призывать своих учеников, как Он и сейчас уже в первой главе, как мы видели, призвал и Андрея, и Симона Петра. То есть, Христос сам призывает того, кого хочет, на свое служение, и ученикам Он своим, как мы увидим в дальнейшем в Евангелии, не все открывал, а открывал ученикам особо, а людям, как Он говорил, нужно только в притчах, потому что сердца их закрыты пока еще для приятия Слова Божия. И в этом смысле надо сказать, что одна только вера человека не спасает. Как мы видим, сказано о том, что видя чудеса многие уверовали, но Иисус себя им не вверял. То есть, сам Христос избирает в себе учеников, тех, кого хочет. Об этом мы будем еще более подробно говорить, когда будем говорить о избрании апостолов и о необходимости и важности такого факта, как преемственность, как получение даров и Святого Духа в Церкви и обретение спасения от Бога. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok